Приветик! Сегодня на канале Геймтонс мы будем смотреть очередную анимацию про Поппи Пойтайм 3 в озвучке Матклаун ТВ. Сегодняшняя серия называется «У малыша Катнапа появился фан-клуб». И судя по всему, нам снова покажут тех бешеных фанаток, а значит можно ожидать всякую дичь. Ну, давайте уже смотреть! Хорошо, а вы вообще помните, где находится приют? Кажется, там! Ой, а эти бешеные фанатки ещё вроде бы не встречали длинноногую мамочку. А она ведь очень злая и очень сильная. Ну, давай, мамочка, прогони их. Что вы, девочки, делаете здесь? Девочки! Официальный фан-клуб Катнапа, выпускайте когни! Сейчас! Я говорила, что нам не сюда. Что-то длинноногой мамочке хватило на пару секунд. Да уж. Мелкие вредители! Я до вас доберусь! Мы пришли! И как раз вовремя! Я уже почти забыла, какой он милый, когда спит. Он ведь должен простить нас, верно? Да, конечно, простит. Мы же его самые большие фанаты. Ну, конечно, простит. А потом ещё раз простит. А потом догонит. И ещё пару раз простит. А теперь будем надеяться, что он не проснётся, пока я... О, боже мой! Это Катнап! Но только драгоценный, маленький малыш! Он такой сладенький! Он идеальный! Да он милец! Он настоящий Катнап! Ой, всё. Эти чокнутые переключились на малыша. Значит, надо ждать беды. Что вы сказали про настоящего Катнапа? Катнап, мы так сильно по тебе скучали. Но смотри, кого мы нашли. Разве он не идеальный? Отпустите моего малыша! Так это твой малыш? Да блин, вы что такие тупые? Ну, конечно же, это его малыш. Да вы ведь сами вроде бы сказали, что это Катнап, только маленький. Да, а чей же он ещё, по-вашему? А можно нам, пожалуйста, подержать его? Ну, хотя бы немного, он ведь такой милый! Ну, не знаю, как вас, а меня они уже бесят. Эй, какого чёрта я должен позволять вам это? Что ж, разве тебе не нужна сиделка? Да, ну типа посмотри на себя. У тебя ведь мешки под гусами. Ты полусонный. И только посмотри, как сильно он нас уже любит. Возможно, вы и правда ему нравитесь. А почему я должен доверять вам? Мы изменились, Катнап. Мы стали старше на несколько недель, мы повзрослели. И мы никогда не сможем причинить ему боль, даже если бы захотели. Да, стали старше на несколько недель. Ну, прям всё, состарились. Веский довод. Но, конечно же, мы не захотим этого. Потому что он самый очаровательный малыш на всём белом свете. О, да, он такой. О, ладно. Вы можете немножко посидеть с ним, пока я сладко сплю. Немножко. Спасибо, спасибо, спасибо. Хэштег «Малыш Катнапа» такой милый. Ой, да они ведь начали сразу снимать его на камеру и постить во всякие там тиктоки. А разрешение ты его спросили или нет? О, идея для названия. У Катнапа есть драгоценный малыш. А у меня есть идея получше. Ну, как вам? Ведь он маленький ангел. Наш маленький ангел. Это самая милая вещь, которую я видела. Самая милая вещь, которую вы видели? Я думал, это был я. Самолёт заходит на посадку. О, открой пошире. Может показаться, что я преувеличиваю, но это буквально самое лучшее, что случалось в моей жизни. Ой, а смотрите, Катнап там стоит на заднем фоне и как-то злобно наблюдает. Неужели Катнап начал ревновать? Что-то на него не очень похоже. Понимаю. Я ещё так сильно не любила и вряд ли когда-нибудь полюблю. Хм, я покажу вам. Эй, девушки, помните меня? Это Катнап, ваша первая любовь. Суперкрутой и приятный. Сильный. Ага, да. Всё верно, что бы ты там ни сказал. Смотрите, что я сделала. Так ведь гораздо лучше. Гораздо лучше. Что? Хватит, я забираю своего малыша. Тише, это твой папа. Разве ты не хочешь быть с бабочкой? Знаешь что? Ладно. Если вы все любите друг друга больше, чем меня, то можете забирать его. Мне он не нужен. Я и один выживу. Ведь я не ребёнок. Ой, ну что-то Катнап прямо разошёлся. Что-то стоит и бесится. Вот так и выглядит зависть. Катнап, да как ты можешь? Только подумать, раньше я тебе писала хэштег крутой. Да ты ужасный отец, ты знаешь это? Всё хорошо, малыш Катнап. Мы позаботимся о тебе. Какой милый. Наша маленькая звёздочка. Поздаю. Ой-ой-ой. Это же отсылка к Камонкас. Ну что тут можно сказать? Одобряю. Вставай, малыш. Я сказала. А ну-ка, встал. Быстро. Ну вот, собственно, о чём и речь. Вот оно, проявление фанатизма. Ярости и агрессии. Что мне публиковать, если ты не можешь делать дурацкие танцы? Ему нужна бутылочка. Тупой малыш. Ты что, назвала моего малыша тупым? Вообще-то, он теперь наш малыш. Да, ты отдал его нам. Ну, нифига себе, какие они оборзевшие. Да им точно ремня не хватает. Слушайте, я погорячился. Мой же, дорогой Джонниор, прости. Ты должен вернуться к папочке, ладно? Нет. Мы его самые большие фанатки. Ему лучше с нами. Всё верно. И мы будем осыпать его своей любовью до конца его жизни. Ну, ключевая фраза до конца его жизни. А уж сколько он там протянет, это неизвестно. Да, но я своими глазами видел, что ваша любовь – это тот ещё геморрой. А теперь верните. Только шевельнись, и малыш пострадает. Что? Это не честно. Что ж, очень жаль. Девочки. Что? Где мой малыш? У кого он из вас? Удачи тебе это выяснить. Раздеваемся. А ну, вернитесь. Нет. И у кого же он? Придётся всех догнать. Туда. Сначала пойду в школу. Ты. А ну, верни моего малыша. Никогда. Ты сам от него отказался. Что упало, то пропало. Ты меня обманула. Ты клюнул на это. Погоди, что ты делаешь? А ну, вернись. Одна есть. Надо найти остальных. Ха, ты нашёл меня. А я решила, что ты не будешь искать. Ну, конечно, я буду его искать. Он ведь мой малыш. Правда? А то раньше казалось, что ты ревнуешь к нему. Может, я и чувствовал себя старым, жалким и некрутым. Но теперь это не важно. Важна только безопасность моего сына. У тебя его тоже не было. Ты что, думал, что я брошу в тебя ребёнка? Сейчас я до тебя доберусь. Значит, малыш у третий. Куда она пошла? Она унесла его в дом, милый дом. Но удачи отыскать её. Ты. Не кричи. Ты расстроишь моего малыша. Он вообще-то не твой, малыш. Он мой. Катана, пожалуйста. Какую жизнь ты можешь ему дать? В запертии в этом захудалом приюте. А с нами он будет всегда развлекаться. Он станет звездой соцсетей. Ну, скорее всего, он может и станет звездой соцсетей. Но ненадолго. С таким-то режимом, с которым вы заставляете его работать. Он будет миллионером. Так же, как и ты. Верно? Хорошая мама никогда не думает сначала о себе. Но да, я буду частью всего этого. Мы вчетвером станем знамениты. И всё это будет благодаря тебе. Если он захочет стать знаменитым, то решит это сам, когда станет старше. Никто из нас не может решать за него. А теперь верни его настоящему родителю. Последний шанс. Сверни его мне. Нет. Сделаешь ещё один шаг, и ты навредишь ему тоже. Говоришь, что любишь его, но при этом готова использовать его в качестве щита. Да это какой-то бред. Пожалуйста, он должен быть со своим отцом. Прости, Кэтнап. А ну, хватит ёрзать. Шуниор, слушай. Какой я чаровательный. Получай. Всё хорошо, приятель. Папочка здесь. Да блин, Кэтнап. А где ж ты раньше был со своим усыпляющим газом? Почему ты только сейчас о нём вспомнил? Осталось избавиться от этих чокнутых. Так нельзя обращаться с крёстными твоего сына. Мы просто хотели помочь. Если тебе понадобится сиделка для Мауша, то мы всегда готовы. Было здорово повидаться. Что ж, вот такая анимация. И нам в очередной раз показали, что от фанатизма до сумасшествия меньше, чем один шаг. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!